Дух Святой в служении проповедника Вот Алексей сейчас может нам привести отрывок из христианского символа веры Из никейского символа веры Что там о Духе Святом провозглашается? И Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего И же с Отцем мысленно исполняем Ислам, глагол своего пророки И далее в Одину Святую Соборную Апостольскую Церковь Исповедуя Единое Кричение и воссталение грехов Часть и мертвых и жизни мертвых веков, аминь Нам важно обратить внимание на определение Духа Святого И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего Достаточно Дух Святой, Господь животворящий Да Дух Божий носился над водою, земля была пустынна, безвидна и пуста А Дух Божий носился над водою Насиживал, в других переводах Созидал, творил Дух Святой – это Господь животворящий Очень такое краткое и емкое определение Духа Святого Господь животворящий Жизнь Созидающая Развивающая Вы знаете, у Державина есть знаменитая Ода – Бог Вот там есть такой куплет Дух Всюду сущий и единый Кому нет места и причины Кто все собою наполняет Объемлет Зиждет Сохраняет Кого мы называем Бог Сущность Бога Природа Бога В библейском таком ракурсе Это Бог, о котором Библия учит и свидетельствует Державин смог Такой в поэтической форме Дать объяснение природы Бога Что Он – Дух Всюду сущий и единый Кто все собою объемлет Зиждет Сохраняет Господь животворящий Как гласит символ веры Значит, почему Дух Святой Необходим в служении проповедника Можем ли мы, например, вспомнить какой-то эпизод Из жизни Христа Когда Он выходил на общественное служение Значит, какое Его было взаимодействие с Духом Божьим Молился Он Молился А вот когда Он пришел в синагогу иудейскую И Дух Святой был на нем написано Да Он открыл книгу и слов Было в Духе И Он даже прочитал пророчество Исаии Дух Господа Бога на мне Ибо Он помазал меня благовествовать Нищим Исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать лето Господне благоприятное Читает пророчество Это пророчество относилось к Нему Лично, конкретно Дух Господа Бога посвятил его Помазал на данное служение Пример Христа Почему для проповедника важно водительство Духа Святого Первое – Он Дух Истины Дух Святой есть Дух Истины Мы с вами говорили о таких проповедниках Которые тоже о Духе Святом много говорят Часто ссылаются на него И, к сожалению, оправдывают свою лень Ссылаясь на водительство Духа Святого А зачем готовиться к проповеди? А вот что откроется перед выходом на проповедь О том и буду говорить Как Дух Святой подскажет Можем ли мы ограничивать работу Духа Святого? А разве Дух Святой не работает, когда человек готовится к проповеди? Он же берется за Библию не просто, как за обычную книгу И при подготовке мы просим Бога, чтобы Он исполнил нас Духом Святым Да, мы просим водительство Дух Святого при разработке проповеди У нас частенько практикуется такое Вот у нас маленькая церковь Первую проповедь говорится А затем уже эта проповедь наталкивает на мысли И следующих братьев И они уже немножко добавляют И уже эти мысли уже Та же самая проповедь, только немножко с поправками Вот такое вот, конечно В этом хвалиться, конечно, и стыдновато Но что есть, то есть Да, вот такое и есть у нас Нет, ну иногда же как бы бывает Дома готовишь проповедь, да? Я пришел, вот Дима говорит, проповедь А я эту же тему я готовил дома Нет, ну бывает, да Я готовил дом ее Я, конечно, там какие-то мысли его там, ну, дополню Но у меня проповедь дома готовлю Именно это удивляет, что Духом Святым, да? Он в любоже, я в фуатеже Но тема одна Да, такое часто бывает Каждый из личного опыта, наверное, может вспомнить Когда проповедники, не сговорившись, дополняют один другого Вот каждый готовится Молится, просит руководство Духа Святого Когда начинается богослужение, не сговаривались проповедники Но говорят примерно одну тему, один другого дополняет, продолжает А еще более существенно, я хотел бы сказать Что когда вот люди, все слушающие, да, кто присутствовал на служении Все говорят, вот сегодня мне конкретно Бог говорил Вот сегодня мне Бог проговорил, понимаешь? Вот это более, мне кажется, существенно, правда? Да, мы же просим, чтобы мы были как орудия, как инструментами Инструментами Божьими Что Господь хочет сказать душам, пришедшим на собрание Не что мы желаем провозгласить, а что Бог хочет Какое наставление, какую пищу, какой хлеб небесный преподать В конкретном случае, я конкретно душ Вот что важно Второе, Дух Святой есть Дух Премудрости Потому что истины Священного Писания, они очень глубокие, всесторонние Разнообразные Иногда вот что-то кажется противоречивым, на первый взгляд Но это противоречие, знак как раз особой премудрости Божьей Где-то там на глубине одно дополняет другое Для того, чтобы вот это почувствовать И это объяснить, прокомментировать Тоже необходим водительство Духа Святого Коль Он, основной автор Писания Писали его, как сказано, «Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым» Значит, Дух Святой может помочь и в разъяснении тех мест Которые кажутся, на первый взгляд, противоречивыми Разнящимися в каких-то подходах Дух Святой есть Дух Силы Из опыта апостола Павла, может быть, кто-то вспомнит Когда Павел молился о том, чтобы было удалено от него жало Жало вплоть «Твои немощи, моя сила» «Довольная для тебя благодатью» «Ибо в немощи сила твоя сила» Да, и он потом часто будет говорить «Ибо когда я немощен, тогда я силен» Сила Божия в немощи проявляется И обычно, когда апостолы выходили на проповедь Там Лука говорит «И исполнились силой Духа Святого» И стали безбоязненно, смело проповедовать Слово Божие Перед каждым таким вот актом, публичным Еще Павел говорит, что мое увещевание вам не в словах человеческих, а в силе Духа А в силе, да И проповедь моя, слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении Духа и силы Ну это как раз вот те примеры, о которых мы говорили Во времена пробуждений читают один-два стиха Люди каются Неграмотные проповедники по складам еле-еле читали Слово Божие Души приходили ко Христу А здесь вот Дух Святой действовал Явно Или Джонатан Эдвардс читал свои проповеди монотонно, с листа Люди даже падали со стульев Не от того, что засыпали А от того, что такой вот удар был Духа Святого Владимир Александрович К покаянию Кто вот говорит, что сейчас вот какое-то есть или учение Или же просто высказывание, что сейчас времена Духа Святого прошли Да это сейчас много всяких измышлений, теорий Вот если вам доводилось слушать так называемое семейное радио Я как-то не соприкасался Наши бабушки-сёстры стали у меня спрашивать Слушаешь ли ты семейное радио? Говорят, да нет, как-то не обращай внимания Вроде сейчас много других источников А бабушки наши слушают У них ещё привычка сохранилась с советских времён Слушать христианские радиопередачи Я стал прослушивать Прослушал несколько передач И там такая ересь провозглашается Что вроде бы и церкви уже не существует И Духа Святого тоже в церквах нет И настали времена скорби Сейчас Вот такая мешанина Такой сумбур И прямо так внедряется довольно-таки агрессивно Мысль такая Что церкви уже нету сейчас И дни скорби И такое очень сильное искажение Я пытался выяснить, что это за семейное радио Ну, пока что точной информации не получил Некоторые говорят, что Там, мол, эфирное время выкупают все, кому не лень Самые разные проповедники И наши там есть такие здравые, трезвые проповедники И в то же время какие-то направления довольно-таки странные Платят деньги, наверное, за эфир За эфирное время И вещают довольно-таки часто Вот в таком ракурсе Дух святой есть дух молитвы Апостол Павел призывает Непрестанно молиться За все благодарить Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе Ну, непрестанно молиться Это не значит Постоянно на протяжении суток На коленях стоять И вслух произносить молитвы Я понимаю это вот в том плане Непрестанная молитва Как постоянное возношение ума и сердца к Богу Где бы ты ни находился В транспорте, на работе Мысли о Боге Предстояние перед Богом Эта молитва может быть даже безмолванная Без слов Но твои чувства, твое сердце Ленет, вопрошает к Богу В некоторых церквах Исторически мы называем их Там много молитвословий Сборники молитв есть Они глубокие, конечно, по содержанию Их полезно прочитывать Но если эти молитвословы Прочитываются механически, формально То вряд ли можно сказать, что Здесь вот действует Дух Святой Как Дух молитвы В том человек, который просто механически читает Другое дело, когда он сопереживает Вдумывается Как Псалмы Давида, например Тогда здесь можно говорить О присутствии Духа Святого А если просто Докладывать, прочитывать Формально, холодно Иногда и на наших собраниях Тоже Может быть, нечто похожее Когда мы привыкаем к таким К стандартным Заочным молитвам Да, к молитвам И не вкладываем своего сердца Своей души Не ищем водительства Духа Святого В молитве Образовательный ресурс Видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования Мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию, о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Дух Святой Есть Дух Праведности Божьему служителю Приходится выдерживать Много нападок сатаны Стрелы лукавого Прежде всего летят В служителей В проповедников В активных христиан Соблазны Искушения Испытания Сегодня мы прочитывали Портрет проповедника Данный апостолом Павлом В послании Коринфянам Там присутствует Духовная брань Духовная битва Как сохранить себя В праведности Опять же Дух Святой Приходит на помощь Погружаться в Дух Святой Быть Под влиянием Под действием Духа Святого Дух Святой Есть Дух Пастерства Дух Истинного Пастерства На основании Библии Мы можем сказать Что служитель Это не начальник Это не человек Типа Председатель колхоза Или директор завода Или глава фирмы Сейчас в условиях свободы Появилась возможность Учиться Многим нашим Братьям И сестрам Это хорошо Неплохо И богословское образование Получать И специальность Какую-то Приобретать Но Не в ущерб Духовности Что иногда приходится Слышать от наших Таких опытных Много переживших Братьев Такое замечание Много сейчас появилось Новых служителей Новых миссионеров Работников миссии Работников церковных офисов Люди способные Люди талантливые Но Не одухотворенные Не одухотворенные Это вот новая волна Которая появилась В современной церковной жизни Подготовленные Образованные Грамотные Хорошие менеджеры Организаторы Но К сожалению Не одухотворенные На примере Христа Мы видим Каким должен быть Истинный пастырь И тот Кто служит всем Что умывает ноги Христос Припоясался с полотенцем Склонился к ногам учеников Совершал омовение Это пример смирения Пример любви В некоторых церквах Даже Вот эту традицию Соблюдает буквально Омывают ноги В некоторых Пятидесятнических церквах У католиков По-моему Вот На страстной неделе Папа Кардиналом Омывает ноги В православной церкви Тоже великий четверик Патриарх встает на колени Омывает ноги Членом синода Да-да-да-да Есть такой чин специальный Чин омовения Чин омовения ног Да-да-да-да-да И апостол Петр Говорит, что вы Должны подавать пример Стаду Не господствовать Над наследием Божьим А подавать Пример Что в этом Основное Влияние благотворное Проявляется Не быть начальником Не быть командиром не командовать, а служить, прежде всего, в Духе Божьем, с огнем в сердце. У Василия Горьевича Павлова есть такое сравнение на одном из семинаров, он говорил об этом. Мы, проповедники, можем подготовить место для жертвенника, можем собрать дрова, сложить их аккуратно в организованном порядке. Но огонь от Бога, огонь может снизойти только от Духа Святого. Мы что-то сделаем со своей стороны, и дровишки принесем, и местечко подготовим, разложим. Но огонь не можем не спаслать, только Господь может возжечь огонь на жертвеннике. Препятствие для действий Духа Святого Гордыня Мы об этих недостатках будем говорить еще позже, когда затронем тему этики, этикета проповедника. Гордыня препятствует излиянию Духа Святого Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Бог посылает силу Духа Святого тем, которые следуют смиренным проявляют смирение. Леность, лень тоже может быть препятствием для водительства Духа Святого. Леность в молитве Леность в труде для Бога Что Бог содействует, Бог помогает трудолюбивым людям, усердным Неленивым, непассивным Третье Нечестность Нечестность в словах, поступках, во взаимоотношениях С нечестностью напрямую связана фальш, фальшивость, лицемерие В таком случае проповедника, другой служитель будет действовать так чисто механически, чисто формально Без влияния Духа Святого, без присутствия силы Духа Божьего Показательный в этом отношении опыт Василия Фетклера Когда он оказался в Америке, был изгнан на Запад Это были 20-е годы, прошлого века Вроде бы еще не такая современность, как сейчас у нас Но Фетклер столкнулся в Америке той поры С либерализмом, с модернизмом В богословии, в церковной жизни Его пригласили там преподавать в одной семинарии в Нью-Йорке В баптистской семинарии В солидной вроде бы, в старейшей семинарии Но когда стали готовить программы, занятия Что одно из руководящих лиц, один из руководящих служителей Задал вопрос Фетклеру Или, точнее, дал такую рекомендацию Наш учебный совет надеется на то, что вы Не будете преподавать студентам старое богословие Но будете учить студентов новому богословию Что мы вот этого ожидаем от вас Чтобы вы не старое богословие преподавали А новое богословие А что это за новое богословие? Модернистское Либеральное Да, оно отрицает божественность Христа Или умаляет Личность Христа Отрицает чудеса Значение греха Значение греха О грехе даже и не упоминают О первородном грехе вообще ни слова Не говорить об аде О вечных муках О вечном наказании И когда Фетклеру дали такую установку Предложили такое условие для преподавания Он отказался Он сказал, что я не буду преподавать такое богословие Это значит идти без водительства Духа Святого Это значит поступать нечестно Не по-пастерски Вводить в обман В заблуждение студентов Молодых христиан А через них и других членов церкви Но мы призваны проповедовать все в Евангелии Развещать учения Христа Во всех аспектах И милость, и любовь И в то же время гнев Божий И суд Божий Тоже И наказание В том числе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok